В машине священной горы Арарат в хорошую погоду видно маленькое облако. Считается, что оно не исчезает никогда и что это души всех армян, живущих в разных странах мира. Туристы начинают знакомиться с историей страны именно отсюда. С этой скалы открывается чудный вид на Хор-Вираб с его церквями. Это священное для всех армян место. Именно здесь началась история того, как армянский народ первым в мире принял христианство в 301 году н.э. Эти церкви Святой Мариам и Святого Григория были построены в 17 веке после землетрясения. До 301 года здесь была крепость и языческие храмы. Хор-Вираб переводится как «глубокая темница». В ней пребывал всего один заточник – царь Тардат III. В 288 году заключил суда христианского миссионера Григора Осаварича. Над темницей сейчас часовня. Спуститься сюда можно только по этой вертикальной лестнице. Это темница, в которую сбросили святого Григория за то, что он проповедовал христианство. Святой провел здесь 13 лет. Помимо всего прочего, его мучители бросали сюда скорпионов и змей. Это место святое. Рассказывают, что несколько экскурсантов недавно упали с этой крутой лестницы. Упали с большой высоты, но никто из них не получил никакого увечья. В 301 году Тардат III, боровшийся с христианскими проповедниками, серьезно заболел. Вылечить его смог только Григорий Просветитель. Исцелившись, царь уверовал. И христианство стало в Армении государственной религией. Сейчас Хор-Вираб – действующий монастырь, где совершаются требы, и где каждый день бывают туристы. С 17 века обитель не реставрировалась. Граффити, которые оставляют приезжие, не стирают. Но удивление – они не нарушают величественности памятника. Когда Армения стала христианской, началось уничтожение языческих храмов по всей стране. Их разрушали, на их месте строили церкви. Единственный языческий храм эллинистической эпохи, который чудом сохранился – в Гарни. Да здравствуют женщины. Это благодаря принцессе, сестра царя Тардата III. Вот по ее просьбе этот храм не был разрушен. Правда, храм все-таки потерял уж культовое значение, поскольку в этом храме уничтожено было самое-самое главное. А это идол. Туристам показывают бани, пол которых выложен мозаичными картинами с изображением богов, покровителей моря. И главное – храм бога Солнца, напоминающий греческий парфенон. Он построен методом сухой кладки, без раствора, с небольшими креплениями. Узоры всюду не повторяются. Вокруг входа надписи на фарси и арабском. Здесь была летняя резиденция армянских царей, пока здание не разрушилось в 17 веке, во время землетрясения. В 1976 храм восстановили. Осколки камней собирали по всей долине местные жители. Реставрация научная. Хорошо видно, какие камни исторические, какие новые. Всюду у подножия храма хачкары. Кресты, вырезанные в камни. Ни один орнамент не повторяется. Хачкары разные, как души христиан. Армению еще называют Карастан – страна камней. И не только потому, что вокруг горы. Армянские архитекторы и строители возводили здания из базальта и туфа. И научились обращаться с камнем, как никакие другие мастера в мире. Безусловная вершина их искусства – пещерный монастырь Герард. Монастырь здесь основали в 4 веке. Сразу же после того, как Армения приняла христианство. Назвали его Айреванг, то есть монастырь в пещерах. Кельи здесь были вырублены прямо в скалах. Одна из них принадлежала самому Григорию Просветителю. Монастырь, основанный Григорием Просветителем, много раз подвергался нападениям арабов и турков сельджуков. В 13 веке здесь построили главную церковь в католике, где проходят службы. Жемчужные монастыря – это вырубленная прямо в скале церковь Астватацин и две княжеские усыпальницы. Над гробницами герб князей Прошьянов – львы, орел, драконы. Храм строили по особой методике. Делали сверху скалы колодец, подвигались вниз, вырубая камень и выбрасывая его наружу. Трудно представить, как такое было возможно. Отверстие наверху служит единственным источником света. Он преломляется и освещает всю огромную церковь. Мощные колонны, орнамент сделаны мастерски. Акустика не уступает лучшим концертным залам. Архитектор Галзак оставил надпись под крышей храма. Кто заходит в эту церковь, пусть вспомнит в молитве и меня. Три с половиной века назад землетрясение не разрушило монастырь, оставило лишь трещины. Храмы тоже капитально не реставрировали. Впрочем, монастырь ухожен. Два монаха и трудники справляются со всеми хозяйственными проблемами. Как и все церкви Армении, Герард находится не в ведении Министерства культуры. Подчиняется католикосу всех армян Горегину II. Католикос каждое воскресенье возглавляет воскресную службу в кафедральном соборе города Эчмиадзин. Верующих здесь всегда много, ведь это первый христианский храм Армении, построенный Григорием Просветителем. Для армян, которые много раз теряли государственность, церковь важна и как один из символов единения народа. Эчмиадзин не остается законсервированным архитектурным памятником. Рядом со старинными храмами появляются новые постройки из камня. Например, это въездная арка. Она органично дополняет средневековый ансамбль, подтверждая, армянские строители не утратили своего мастерства на протяжении веков. Зинаида Курбатова, Михаил Виткин, Александр Пономарев и Артур Товмазян. Вести. Армения.